Ну что, на рыбалку поплывем? Не плыть, а ходить. А-а-а, Семен Семеныч. Дорогие мои друзья, подписчики, зрители и случайно зашедшие на канал поиск и приключения на юге, всем привет. Сегодня у меня запланировано мероприятие. Выход на быстроходном парусном судне на море. Итак, топаем в морпорт. Сегодня море открыто. Вчера открыли Керченский мост. Сегодня дали выход в море добро всем пароходам и катерам города Анапы. И поэтому не спеша, медленно мы выходим из вот такой вот стояночки, которая расположена в Анапе, на рыбалочку. Сегодня с нами рыбачат представители города Армавира Александр и Алексей Смагадана. С ума сойти можно. Итак, ребята, смотрим, не переключаемся. Мы находимся на самом быстроходном судне в городе Анапа. Идем потихонечку на моторчике. Судно называется Анна. Смотрите, какие прекрасные виды. Ветер у нас сегодня не сильный. Выходим из бухты. Потом повернем налево и выйдем в открытое море. Там бросим якорь. Выходим из бухты. Дорогие друзья, наши конкуренты уже, наверное, все. Рыбу выловили. Ладно, сейчас достанем удочки, закинем, посмотрим. Итак, дорогие друзья, приплыли мы на рыбное место. Сам ты приплыл. Пришли. А, во, пришли, пришли. Меня все время вечно ругают эти моряки. Сейчас мы кинем вот этот вот, как он там называется? Якорь. Кинем якорь. Станем мы на якоре. Отлично. А сколько глубина здесь, Сереж? 14. 14 метров глубина нашего Черного моря в данном пункте, так сказать. Вот. И мы сейчас посмотрим, что у нас тут плавает. Так, друзья, ловить мы будем на кальмара мелко нарезанного. Как только грузик на дно лег, закрываем скобу и 3-4 оборота найдется. Приподнимаем, да? На дно. И сидим, ждем. По кончику спиннинга чувствуется поклевочка. В этот момент он легонечко дернет наверх, ну, то есть подсечет. Если подсечка удачно, крутим катушку достойную. Куда его сейчас плавали? Там ведро. Пока не дам. Пока не поймали, не дам. Да, правильно, нефиг. И самое-самое главное правило. Рыбку, которую ловим, если вы ее не знаете, в руки ни в коем случае не берем. Рыба может быть кусучая. Я бы даже забреку, в этом усмотрю. Я понял, да. И опасная. Ну что, дорогие друзья, спиннинги, удочки, снасти заброшены. Ловим рыбу. Пока ничего нет. Ждем. Ведро мы нашим рыбакам не даем. Скажу вам по секрету. Примета такая. А вот и первая рыба. Отлично. Как она называется? Бобырь. Бобырь. Бобырь это, да? Бобырь. Это местное название. Так, рыбка называется марида. Ну вот, теперь выдадим ведро. Совершенно верно. Дабы оно было полное. Раз ее, когда надо подтянуть. Без проблем. Вытянули. Особенно бывает, ну, редкость, конечно. Ну, что-нибудь интересное или нет. А, вот вытянем. Весь проблем. Там самое главное, чтобы фрикцион не срабатывал в момент подсечки. Ну, покажите рыбку-то хоть. Вот она. О, первая рыба. Ура, товарищи. Глубы и брожат такие простороживые. Какая симпатичная рыбка. Ну, ладенько. Ну, что, дорогие друзья. Пойдем, зайдем вовнутрь. Посмотрим кают-компанию нашего быстроходного судна. Ты еще не снимаешь, а? Бардак. Нормально. Рабочая обстановка. Снимаю на камеру GoPro. Оп. Ну, вот. Что у нас здесь? Отлично. Радиостанции, приемники. Всякие штучки, дрючки, умывальники. Туалеты и так далее. Итак, дорогие мои друзья, подписчики. Пока наши друзья с Магадана и Сармавела ловят рыбу, я вам немножко покажу кают-компанию. Вот это комфорочки. Можно готовить пищу. Вот это вот краники. Значит, краники очень интересные. Если включаешь вот этот кран, насос начинает качать воду, которая чистая. А второй кран, все думают, что это горячая вода. Фига вам. Вот видите кнопочка? Нажимаешь ногой на кнопочку. И потекла вода. Это вода забортная. Вот такие вот интересности. Здесь спальные места. Есть люк. Естественно, свет. Здесь есть вот такая дверца, где хранятся снасти. Тоже есть освещение. И вот здесь интересное местечко. Сейчас я вам покажу. Открываем аккуратненько дверцу. И мы попадаем вот в такой белоснежный, чистенький, прекрасненький туалет. Вот так вот, мои дорогие друзья. Ну что, пойдем посмотрим, что там у нас наловили рыбаки. Так, ну что у нас тут? Какой улов? Ага, две рыбки уже есть. Два бобры. Хорошо. Ну вот что-то еще у нас тут похоже. Сейчас посмотрим. Нет, чисто. Ладно, ждем. Ну вот, рыба поперла. Еще одна рыбка у нас. Всюга колючая у нее. Колючая, колючая. Надо приспособиться. Отличная рыбка. Прекрасная. Красавица. Красавица. Так. Так, а второй кто-то забил тоже. Но поклевка была одна. Голубые эти прям плавники. Красавица. Отлично. Отличная рыбка. Ага. Ну ты посмотри, какая прелесть. Да. Чудо природы. Чудо природы. Эх, какая веселая. Да, ты еще ее поймай. Ага, красавица. Смотри, какая ух ты. Ну давай ведерочка, ведерочка. Отлично. О, смотри, какая пузатенькая. Хорошая. Да, да, можно поднимать. А то еще сорвется. О, опа, только сказал. Ну ничего. Мы сюда приехали в первую очередь за удовольствие. Блин, вот зараза. За удовольствие в первую очередь. Ну да. Ну да. а вот и рыбка очередная а я не знаю серёж плоская рыба морской карась берем не зря чайка сюда подобралась о карасика захотела добычу почуяла карасика хочешь да он глубоко тебе туда не нырнуть какие жирные у нас чайки тут сумма сойти эти рыбаки у нас закончили рыбалочку вот такой вот катамаранчик очередная ну-ка сколько там у нас ну да хорошо очередная рыбка отлично кидаем ведерко продолжаем рыбачить друзья рыбалочка наша подошла к концу запустили мы моторчик сейчас снимемся с якоря раскроем парус и пойдем потихонечку обратно на место стояночки давай эх красота ну вот друзья завершилась будет каюту завершилась наша прогулочка представление все было прекрасно все было красиво отдохнули наловили немного рыбы сейчас ребята еще посмотрят кают компанию очень им это интересует ну а я заканчиваю свой репортаж кому понравилось ставьте лайки подписывайтесь на мой канал до встречи друзья заходите в гости будет очень много интересного всем пока